Я всегда отшучиваюсь, я водолей, вот, водолей очень непостоянный, соответственно, я мог заниматься год одним, потом второй год другим, мог полгода заниматься третьим, ну и, в общем, вот эта постоянная смена какой-то деятельности, каких-то хобби, да, интересов, привела к тому, что ты такой уже вроде бы взрослый человек, умеешь многое, но ничего не умеешь как профессионал. У меня всегда была мечта, там, с детства, меня вдохновляли барабанщики разной группы, то есть я следил именно за ними. Купил барабанную установку, есть подвал, думаю, надо там привести его в порядок, привел в порядок. Я так думаю, о, к нам куча музыкантов приходят выступать, и мы всегда сталкиваемся с одним и тем же. Ребятам негде репетировать. Соответственно, они репетировали в этом же подвале, на моем оборудовании, хотя там сложно было назвать каким-то оборудованием, то есть там была одна колонка, один микрофон караоке и барабанная установка, все. Но этого было уже достаточно для того, чтобы ребята себя ощущали хорошо и могли отработать тот или иной материал. Я понял, что есть спрос, есть помещение. Нужно с этим перейти на парад идей, собственно говоря, и сказать, что я хочу создать некую точку притяжения для молодых музыкантов, которые будут помогать развивать именно комьюнити, потому что комьюнити в Новосибирске, ну, я по крайней мере не наблюдаю. ТЧК Стрит Студио – уличная студия, на которой достаточное количество оборудования, там аналоговая драмашина, миди-контроллер и много других непонятных слов, куча перкуссии, и любой желающий может подойти что-то наиграть, напеть, просто поимпровизировать, поджемить, в общем, почувствовать себя артистом, каким-то музыкантом. Самый прикол в том, что мы это все дело записывали нон-стопом. Мы все почистили, оставили какие-то интересные для нас сэмплы, звуковые отрезки. В основном это вокал, либо какая-то перкуссия, металлофоны, шейкеры и прочие штуки. Поставили себе планку 7 треков минимум, сделали 8. Очень разнообразный альбом, разношерстный по жанрам, но я считаю, что каждый найдет для себя какую-то свою песню. Первый – это мой проект, группа Устал, нас там четверо, и мы активно пишем музыку, и мы играем чуть меньше года, мы друзья. Я там играю на барабанах и, собственно говоря, с недавнего времени я занимаюсь менеджерской деятельностью. Это играли на большом количестве площадок, пару синглов выкатили, заключили договор буквально недавно с питерским лейблом Peter Explorer, который занимается дистрибуцией нашей музыки, выкладыванием на цифровые площадки. Хочу заниматься музыкой. Все. Надеюсь, что в 2020 году буду заниматься только музыкой. Вот. Но для этого надо выпахивать, конечно. Вот. Ну а этаж из работы давно, тут частичка как бы меня уже, поэтому… Немного тяжело, потому что надо постоянно грядиться, но как бы там молодая команда, которая за мной стоит, поэтому я думаю, что все будет хорошо. Миссия есть. Миссия такова, что хочется изменить именно культуру слушателя. То, что пока на данный момент имеется у нас в Новосибирске, я бы не сказал, что это то, что нам нужно. То есть я не скажу, что я все успеваю. Реально бывает в зоопаре, потому что куча факторов возникает, да, ситуации. То есть я тот человек, который не ведет блокноты, не ведет, там, трейлы и прочие штуки, потому что, ну, у меня просто нет времени на то, чтобы туда все забить. Я точно знаю, что у меня на сегодня вот такой-то вот пул работ, такой там пул задач. Все. И нужно на каждой уделять внимание, время и силы. И не забывать отдыхать. Чтобы не выгорать, надо отдыхать. Хочется быть каким-то не лидером, а, наверное, каким-то куратором, наставником, человеком, который, ну, вдохновляет, наверное. То есть вот так. Сейчас это по-другому работает. Нужно больше давать свободы, когда будет больше места для креативности какой-то. И ты сам будешь получать удовольствие от того, что в итоге происходит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok